Осенью нам пришла в голову бредовая идея купить лодку. Ну и, конечно же, тут же реализовали. Потому что именно такие идеи нужно реализовать, иначе жить скучно. По счастью, нам не пришла в голову бредовая идея тащить ее тысячи километров от Аганрога до Москвы по заснеженной дороге. Застали мы просто. Оставили мы ее в шахтах у родителей моей супруги. Они ее всю зиму холили и лелеяли, передавали нам приветы. За лодкой мы отправились в середину апреля. Погода обещала быть теплой. Поэтому буквально за несколько часов до выезда мы поменяли зимнюю резину на лень. Устало нам выехать за Москву через снегопад. Мы не ожидали, мы даже не были одеты для такой погоды. Буквально нужно было проехать 300 километров, и следов от снеги не осталось. Доехали дальше без путешествий спокойно. Расчехляем лодку после зимовки. Ее снять? Ее, наверное, лучше снять и зажить в два раза. Я сложен супруг морковь. Хорошо. Я работаю противовесом. Стою на носу прицепа. Стою на носу прицепа. Стою на носу прицепа. Так, сходи за ножом. Да, сходи за ножом. Видишь паука? Не вижу я паука и смотреть не хочу. Не надо мне показывать пауку. Стою на носу прицепа. Я хочу пустить подругу чуть-чуть. Может лучше так пустить? Чего? Может пустить так? А, я. КОНЕЦ Мы заехали помить машину и забыли помить машину. Дорога домой тоже преподнесла нам сюрпризы. Вначале все было хорошо, но в Тульской области сначала дожди, потом снег, а потом температура упала до нуля и на дороге образовалась ледяная корка. И в какой-то момент я, будучи за рулем, поняла, что тормоза просто не работают, машину несет, машина катится. Надо срочно искать место, чтобы остановиться и переночевать, переждать этот снегопад в надежде на то, чтобы утром все растаять. Собственно говоря, так и сделали. Переночевали и поехали дальше. Борода ровно не расчесана, да? Да, борода ровно не расчесана. Привезли лодку тут же в Яхтклуб, оставили. Ну, а дальше все на видео, спускали.